Вы смотрите новости на канале RTVI. Может ли Хиллари Клинтон проиграть внутрипартийные выборы в 2016 году? Этот вопрос задают сегодня политологи после того, как у нее появился вероятный конкурент. Бывший губернатор штата Мэриленд Мартин О'Мейли заявил, что Америке нужны политики новой закалки. Я думаю, наша страна всегда получала пользу от новых лидеров и новых возможностей. Американское президентство — это не корона, которую передают друг другу две семьи. Это священный долг и доверие, которое нужно заслужить и нести от имени американского народа. Под двумя семьями О'Мейли подразумевал Буша и Клинтонов, которые правили страной на протяжении 20 лет. И, возможно, правили бы дольше, если бы Хиллари Клинтон не проиграла Бараку Обаме. В интервью ABC экс-губернатор напомнил об успехе Обама против Хиллари и дал понять, что история может повториться. На вопрос, означает ли это, что он объявляет о вступлении в президентскую гонку, экс-губернатор заявил, что примет решение в ближайшее время. Вызов брошен, считают многие политологи. И сразу же напоминает, что за Хиллари Клинтон на сегодняшний день собираются голосовать 56% демократов. Лишь один процент отдал бы свои голоса О'Мейли, если бы выборы состоялись сегодня. Виновным в получении взяток сегодня признали бывшего премьер-министра Израиля. Это дело, которое относится к периоду, когда Иуд Ольмерт занимал пост мэра Иерусалима. Уже оно рассматривалось в 2012 году, и тогда Ольмерта частично оправдали. В этот раз в суде были предъявлены аудиозаписи, сделанные одним из подчиненных политика. Все подробности в репортаже моего израильского коллеги Евгения Савы. Ихуд Ольмерт вновь взяли суда. Кажется, что многие израильтяне уже потеряли счет громким коррупционным скандалам, в которых за последние годы оказался замешан бывший глава государства. Одно из таких дел – так называемое «дело Талански». В понедельник утром окружное судо Иерусалима вынес вердикт. Ольмерт виновен в обмане общественного доверия и получении прибыли незаконным путем. Суть «дела Талански» можно описать в трех предложениях. На протяжении многих лет Ольмерт получал деньги от бизнесмена Моше Талански. С одной стороны, закон позволяет это делать политику. С другой стороны, деньги должны идти исключительно на политическую деятельность. Тогда это можно считать пожертвованием. В июле 2012-го судьи именно так и посчитали, и Ольмерта оправдали по двум пунктам обвинения. Вердикт произвел настоящий фурор в израильской юридической системе, что дало повод многим говорить о незаконном смещении его с поста премьера. Однако за прошедшие два года в деле появилась новая и главная улика – запись телефонных разговоров между Ольмертом и его ближайшей соратницей, в прошлом главой его канцелярии Шулы Закин. Именно Закин, которая молчала на протяжении всего процесса, решила сдать своего босса. Я не прошу тебя, чтобы ты в чем-то признавалась, но ты должна понять, как только станет известно, что я давал тебе наличные деньги, меня обвинят в коррупции. Если узнают, что ты получила 30 тысяч долларов от меня, у меня будут проблемы. Это нигде не записано. Я не вносила эти деньги в журнал. Шула, ты ничего не должна говорить. Если тебя спросят про деньги, скажи, что я тебе дал. Хорошо. Я могу сказать, что эти деньги от тебя? Если хочешь, можешь все свалить на меня. В повторном вердикте судьи окружного суда единогласно признали. Такое поведение Ольмерта заслуживает обвинительного решения. Довольны вердиктом остались и в государственной прокуратуре. Сегодня суд однозначно постановил. Господин Ольмерт получал конверты с наличными. Это нарушение закона, обман общественного доверия. Преступление, которое наносит ущерб всему обществу. Адвокаты бывшего премьера уже дали понять, что намерены обжаловать последнее решение. Там уверены, что запись телефонных разговоров между Шулой Закин и Ольмертом была сильно сфабриковано и не отражает полную картину. Мы очень разочарованы. Суд рассматривал исключительно юридические аргументы. Очень жаль, что мы к этому пришли и жаль, что судьи вынесли такой вердикт. В ближайшие три недели окружной суд Иерусалима должен решить, какое наказание получит Ольмерт за это дело. Стоит напомнить, что ранее Экспример получил шесть лет тюрьмы по итогам другого расследования коррупционного скандала в строительном проекте «Холиленд». И, наконец, в эти дни Верховный суд страны рассматривает еще одну апелляцию по так называемому «Делу Ришен Турс». Там бывшего политика подозревают в незаконных махинациях при оплате поезда к за границу. Впрочем, в Израиле не сомневаются. Ольмерт, по всей видимости, пойдет в тюрьму. Весь вопрос, на сколько времени. Евгений Сова, Владимир Савинский, Фим Кучук, RTVI, Израиль. Астронавт НАСА Скотт Келли сегодня подтвердил, что космические агентства США и России совместно разрабатывают миссию по высадке человека на Марс. Келли прибыл на Международную космическую станцию в субботу вместе с россиянами Геннадием Подалко и Михаилом Корниенко. Все, кто здесь находится, включая меня, Мишу и Геннадия, считаем, что это одна большая космическая станция. Она обязана своим успехам международному партнерству. Это одно из наших величайших научных и инженерных достижений. Исследования, которые возможны благодаря МКС, эксперименты, улучшающие жизнь на Земле, крайне важны для жителей США и всего человечества. И будем надеяться, что экипажи МКС, прошлые, нынешние и будущие, не только мы с Мишей, поможем достичь нашей цели — высадить человека на Марсе. Келли и Корниенко в рамках специального эксперимента проведут на МКС целый год. На еще одном уникальном эксперименте примет участие близнец американского астронавта Марк Келли. Он будет подвергнут таким же нагрузкам на Земле, что и его брат в космосе. Так, НАСА планирует получить новые данные о реакции человеческого организма на невесомость. В Нью-Йорке стартовал месяц русско-американской истории. Он проводится уже четвертый год подряд. И в этот раз его открывал концерт произведения Петра Ильича Чайковского. На благотворительном вечере, который прошел в российском консульстве в Манхэттене, выступили музыканты из разных стран Японии, Эстонии, Украины, Грузии и США. В их исполнении прозвучали симфония номер 6 Чайковского, а также отрывки из его фортепианного цикла «Время на года». В США композитор считается одним из символов русской культуры наряду с Достоевским и Толстым. Интересно, что именно Чайковский дирижировал Нью-Йоркским симфоническим оркестром на открытии знаменитого Корнеги Холла. В честь 175-летия композитора и специально для благотворительного концерта в консульстве американская певица Моника Макдональд подготовила арию из оперы «Пиковая дама» на русском языке. Мне было трудно. Я переводила каждое слово, старалась все произносить правильно. В этом мне помогла моя пианистка. Она из Украины и говорит по-русски. Но даже если я где-то ошиблась, мы со зрителями говорим на одном языке, на языке музыки. Он объединяет нас и, кроме этого, дает возможность помочь другим. Я считаю, что музыка Чайковского, она конкретно лечит в сегодняшний день. Цель, которая у нас была здесь, провести этот концерт и пожертвовать деньги. Вот сейчас мы отдаем часть суммы в Слон Кеттере Мемориал Госпиталь, детское педиатрическое отделение. Часть суммы уходит в Россию детям с синдромом Дауна. Там есть организация «Даун синдром, даун синдром АП». И там конкретно помогают детям с синдромом Дауна. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok